Привет, это Технозон и сегодня у нас на обзоре приставочка S95, достаточно интересный экземпляр. Чем он интересный, спросите вы? Да тем, что это первая приставка, которую я вижу с HDMI 2.1 и поддержкой формата 4К 75 Гц. Но дело в том, что есть еще одна особенность именно этой приставки. Давайте же с вами разберем, что это за особенность. Во-первых, давайте ее распакуем. Коробочка ничем не примечательна, у нас здесь единственное написано, что здесь процессор S905X2, графический процессор ARM-G31MP2 Graphics, дисплей HDMI 2.1, 4К 75 Гц, 4 ГБ DDR4, 32 ГБ оперативной памяти. Wi-Fi у нас 802.11, 2.4 и 5.8 ГГц, здесь так и написано. LAN 1000 Мбит и адаптер 5 Вольт 2 Ампера. Сама приставочка. А вот здесь начинаются самые интересные вещи. Пуууу, пакетик улетел и если вы видите задник, то очень многие из вас сейчас скажут, что это же Beelink GT1 Ultimate. И на самом деле, что по материалам исполнения, что по самой текстуре корпуса, что по расположению разъемов, это действительно Beelink GT1 Ultimate, но на процессоре S905X2. Мало того, это производитель AZV Technology, это тот же производитель, что и Beelink GT1 Ultimate. Ребята, это следующее поколение Beelink GT1 Ultimate на S905X2 процессоре. И самое интересное, что если считать S95 продолжением Beelink GT1 Ultimate на S905X2 процессоре, то цена для него очень даже демократичная. Это если сравнивать с Beelink GT1 Mini. Ссылку на этот S95 я положил в описании под видео, поэтому вы сами можете в этом убедиться. А с учетом того, что сейчас уже поголовно, с помощью народной прошивки, прикручивают на S905X2 автофреймрейт, это вообще становится достаточно интересным вариантом. Давайте посмотрим, что у нее есть из интерфейсов. У нее есть вход для питания 5 вольт вампера, USB 2.0, HDMI 2.1, LAN 1000 мегабит, SPDIF полноценный, USB 3 и поддержка TF-кар. По текстуре он точно такой же, как Beelink GT1 Ultimate. Крышка сделана теперь не зеркально, а матовая, что очень удобно, не остаются отпечатки, в отличие от Beelink GT1 Ultimate. На задней крышечке у нас есть диффузор охлаждения и есть отверстие, которое позволяет нам сделать сброс устройства. Так называемый ресет. Что можно сказать еще об этой коробочке? Она поддерживает 3D HDMI плюшки, она поддерживает вывод 5.1 звука, и она абсолютно не греется. Но все это мы увидим с вами в тестах. Попозже давайте посмотрим, что еще нам дают в комплекте. Блок питания, HDMI кабель. Вот по HDMI кабелю непонятно, это все-таки 2.0 кабель, либо 2.1, никакой маркировки на нем абсолютно нет, кроме того, что здесь написано High Speed Adapter. И какой-то пародия пульта. Вот так вот. Пульт не очень-то хорош, пульт вообще ни о чем, поэтому я его даже испытывать не буду, он идет в коробочку. Ну что ж, нас интересует именно эта коробочка. Из минусов можно было бы сказать отсутствие автофреймрейт, но как я уже сказал, что на S905X2 автофреймрейт сейчас поголовно прикручиваем. Насколько он хорош, мы увидим с вами в дальнейшем обзоре и тестах. Ну а перед тем, как продолжить наш обзор и тесты, я хочу вам напомнить, что на нашем канале разыгрывается очень много ценных призовых подарков. И на момент съемки этого видео мы разыгрываем вот такую вот красавицу, NVIDIA RTX 2060. Это очень крутая видеокарта. И все условия розыгрыша лежат в описании под видео. А также, чтобы не пропустить все наши дальнейшие обзоры, приставок, сервисов, даже у нас появляются выставки различного направления. Я вам советую нажать подписаться и колокольчик. А также в описании под видео ссылочки на наши паблики. Вайбер, ВКонтакте, Фейсбук, официальный канал Телеграм. Поэтому советую вам подписываться. Ну что ж, а теперь берем нашу приставочку. И я говорю вам, хавабанга, ребята, это же Бубльгум, поехали! Итак, интерфейс этого S95. Вы знаете, очень плавно переключается. Какая-то такая неплохая анимация. Очень похож на интерфейс Лейкай Хоум, Клауд Ти Ви. В принципе, он неплох. Здесь можно поставить избранное внизу. Пожалуйста, мы сейчас поставим 3D Mark туда. Поставим Anality. Поставим Халву и Лейзи Медиа Делюкс. Есть очистка памяти. Пожалуйста, нажмем на нее. Вот такой вот себе заполняемый пузырь, который очищает память. Погоду мне так и не удалось запустить. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, это нужно печатать на русском. Давайте попробуем. Киев, например. Да. И что бы я сюда не печатал, все равно он не подхватывает погоду. Может быть, кто-то из вас разберется. Но что мы сделаем для начала? Для начала мы с вами включим температуру. И это обязательно. 36-37 градусов в простое. Она очень холодная. На самом деле здесь охлаждение от Beelink GT1 Ultimate. И все это еще и нацепили на S905X2. Вот такой вот гибрид получился. Поехали, пройдемся с вами по меню сразу же. Меню у нас абсолютно стандартное. Android Settings внесен в это основное меню и не выделен как отдельная иконка. Что характерно для S905X2 платформы. Сеть. Сеть у нас стандартная. 2,4,5 ГГц. Ничего здесь интересного. В звук. Звук тоже абсолютно стандартный. Хранилище и сброс. 32 ГБ. А потом посмотрим в AIDA64, сколько доступно из коробки. Заходим в обустройстве. Здесь самое интересное. Название устройства S95. Версия Android 8.1.0. Версия ядра. И что мы видим? Что здесь есть АЗВ. Да, ребята, это Beelink. Сборка 111N0. Я так понимаю, что это тоже Beelink сборка. Поэтому я думаю, что сюда без труда можно накатить Beelink прошивки. Будет очень даже интересно. И нас интересует Droid Settings. Кстати, в приставочке есть Bluetooth. Подключен уже мой геймпад APEGA 9089. Заходим в дисплей. В дисплей, в разрешение. Но, к сожалению, мой рекордер не поддерживает 75 Гц. Поэтому, честно говоря, я не знаю вообще, для чего сюда влепили поддержку 75 Гц. Возможно, для проекторов. И я видел проекторы до 140 Гц. И для проекторов это будет действительно самое оно. Поддерживаем разрешение 480P6. 70 Гц минимальное. И если брать телевизоры, то это 4К, 2К, 60 Гц и 4К, 2К, SMPTE. То есть, 4К, 2К это 3840 на 2160. SMPTE это 4096 на 2160. Это полноценный 4К. 75 Гц он будет поддерживать при подключении к проектору. Кстати, я попробую потом. У меня нет устройств, к сожалению, на 75 Гц. Есть варианты управления профилями цветности. Есть управление Dolby Vision. Screen Position позволяет вместить ваш экран для избежания оверскана. И есть стандартное управление профилями HDR. Приставка поддерживает HDR. HDMI ЦИК у меня работал вполне корректно в паре с телевизором LG. Playback Settings. HDMI Self-Adaptation. Тот самый хваленый Auto Frame Rate. Auto Frame Rate из коробки приставка не поддерживает. Но ищем информацию на 4PDA по поводу народной прошивочки и по поводу возможности включения на 905x2 Auto Frame Rate. И это уже возможно. Audio Output позволяет выбрать стандарт, PCM или Auto, HDMI On, Off. Приставка при этом поддерживает SPD в полноценный и вывод звука 5.1. При нажатии на More Settings приставка выкидывает у вас настройки стандартные для Android. Больше ничего интересного в меню нет. Обращайте внимание на температуру. Приставка очень холодная, 38 градусов простой. Поэтому мы сейчас с вами идем в AIDA64 и посмотрим на информацию. Производитель АЗВ. То, что я и говорил. Это производитель Белинка. Из коробки нам доступно 24,6 ГБ. Неплохо. Версия Bluetooth 4+, память DDR4, 4 ГБ. Центральный процессор это ARM Cortex-A53. Это S905X2 процессор, который работает на частоте 1,8 ГГц. 64 биткса, поддержкой 32-битного режима. За графику у нас отвечает Mali-G31. Хотя написано на коробочке MP2 определяет ядро графического процессора 1. Очень странное расхождение, хотя все может быть. Дело в том, что AIDA64 это не золотой стандарт. И насчет кодека. В кодеке у нас есть практически все. При этом есть и VP9. Да, VP9 есть аппаратный. Поэтому проблем с воспроизведением 4К в YouTube у нас не будет. Давайте потестируем скорость данной приставки. Насколько она хороша со своими сетевыми модулями. Если они такие же, как у Belim GT1 Ultimate, то это вообще дает ей большое преимущество. Выбираем мой любимый сервер тестовый. Поехали. 5 ГГц. 231 Мбит на загрузку и 223 Мбит на выгрузку. И это действительно обалденный показатель. Давайте проверим модуль 2.4 ГГц. Это 49 Мбит на загрузку и 42 Мбит на выгрузку. Ну и конечно же мы проверяем кабельный интернет на S95. Ну и здесь тоже вообще никаких проблем нет. 760 Мбит на загрузку и 818 Мбит на выгрузку. Отличные результаты, скажу я вам. Данная приставочка имеет и строку состояния, и строку навигации. А при нажатии 2 раза на домик мы получаем с вами переключение активных приложений. Очень удобно. Вы можете здесь все очищать, удалять. Мы CPU монитора ставим. Отличная опция. И сразу же предлагаю провести троттлинг-тест. Поехали. И что же нам покажет результат троттлинг-теста? CPU троттлила до 95% от максимальной производительности. Это связано со стартовым пиком. И максимальная температура на троттлинг-тесте 50 градусов. Нереально, ребят. Мы с вами закончили базовые системные тесты и переходим к мультимедельным возможностям. И, упс, Half-Life 2 у меня здесь тоже. Те, кто говорит, что я запускал его через Jell Tools. Jell Tools мы здесь не видим. Но это все мелочи жизни. Поехали тестировать мультимедийные возможности. Jellyfish 300 Mbps 4K. 10 бит. Работают идеально. Без затыков. Поэтому 300 мегабит мы планочку взяли. Повышаем. 400 мегабит 4K Ultra HD 10 бит. И тоже работают абсолютно без запинки. Отлично отрабатывают Jellyfish. Поэтому максимально воспроизведимый файл это 400 Mbps. Чтобы вы понимали, таких фильмов даже не существует. Если выпустить фильм в формате 400 Mbps, то он займет 380 гигабайт. Я не думаю, что вы сможете его даже просмотреть. Ни онлайн, ни хранить его на одном жестком диске из одного фильма будет невозможно. IPTV телевидение. IPTV мы тестируем на Halva TV Player Plus. Который является очень хорошим плеером для проигрывания IPTV телевидения. Начнем сразу с HD каналов. Заходим. Первый HD. Включение мгновенное. Переходим дальше. Тоже абсолютно все хорошо работает. Давайте в реальном времени попереключаем каналы. С вами VIP MegaHit. Viasat Nature. Давайте назад. VIP MegaHit. VIP Comedy. Супер. На самом деле работает все супер. HD каналы. Все отлично работает. Поддерживает EPG. Поддерживает архивы. Так что Halva TV Player Plus работает в паре с этой приставочкой S95. Отлично. Ссылочку на закачку Halva TV Player Plus я положил в описании под видео. Давайте еще посмотрим немножечко подольше IP TV телевидения. Мне интересно насколько поднимется температура. IP TV телевидение работает просто идеально. 43 градуса в проигрывании IP TV. Также приставочка поддерживает из коробочки DLNA. Вы можете использовать DLNA сервер для просмотра контента на этой приставке. Очень удобно. YouTube. Нас интересует YouTube 4K. 60 FPS. Только 60 FPS. Поехали. Costa Rica. 60 FPS. И мы видим, что у нас 0 дроп фреймов. Сейчас проигрывается, вот пожалуйста, 3840 на 2160. 60 FPS. Во вьюпорт Full HD моего рекордера. Dropped frames 0. Проигрываемых фреймов 1500. Немножечко поиграем. Посмотрим. Кстати цвета. Обалдеть. Супер. Проигрывает. Отлично. Сетевых модулей хватает с головой. 2500 фреймов. Ни одного дропа. 95, 103. Вот у меня 103 мегабита connection speed. Поэтому приставка проигрывает 4K. 60 FPS. YouTube просто идеально. Никаких вопросов в этом нет. Что же касается 4K фильмов онлайн. Проверим это все мы на Lazy Media Deluxe Pro. Кстати ссылочку на обзор Lazy Media Deluxe Pro есть в описании под видео. Заходим, смотрим. Очень прикольная штука. Идем в раздел 4K Ultra HD. Выбираем любой фильм 4K. Мир юрского периода например. Выбираем смотреть. MP4 4K Ultra HD. Само собой фильм заработал. Мы видим с вами информацию о потоке. Пожалуйста 24 FPS. 23, 24. То есть средний у нас сейчас выровняется на 23976. И это 3840 на 1920. Это широкоформатный 4K фильм. Работает просто отлично. Никаких вопросов. Никаких запинок. Давайте попробуем перемотать куда-нибудь на серединку этот фильм. Вот пожалуйста. Давайте на 17 минут. Переключение мгновенное. Сети хватает с головой. 27 минут. Давайте. 34 минуты. И это все в режиме реального времени. Без монтажа. 39 минут. 46 минут. Супер. Все отлично работает. 4K фильм онлайн. Работает идеально. Вы знаете, эта приставка все больше и больше меня удивляет. В плане того, что это действительно Beelink. Только Beelink GT1 Ultimate с процессором S905X2. Ой, какой красивый. К сожалению, я скрываю часть контента. Из-за того, что есть некоторые претензии правообладателей, которые могут навредить каналу. Как обстоят дела с торрентами онлайн? Мы сейчас с вами проверим. К сожалению, торренты онлайн все больше и больше отмирают. Из-за того, что смотрящих больше, чем раздающих. Никто не хочет качать. Все хотят только смотреть. Давайте попробуем какой-нибудь файлик побольше найти. Но главное, чтобы было много раздающих. Такие файлы, как 3 гигабайта, здесь вообще проблем нет. Нас интересуют файлы побольше. Вот 15 гигабайт. Зеленая книга. Плюрей-дискрипт 1080p. HD Resco Studio. 54 раздающих. И я уверен, что мы его воспроизведем без проблем. Через A-Stream Media. И вы знаете, 15 гигабайтный фильм пошел очень быстро. Все супер воспроизводится. Вот мы перемотали на середину. И, конечно же, эта приставка способна воспроизвести файлы намного большего размера. При достаточно большом количестве раздающих. То есть, если у вас будет раздавать 100 человек файл размером 49 гигабайт, то, поверьте, 49 гигабайт она проиграет без проблем. Но 15 гигабайтный фильм мы с вами воспроизвели просто белиссимо. Поэтому торренты онлайн здесь тоже идут без проблем. И получается, что в мультимедийных возможностях данная приставка воспроизводит 400 Mbps файлы, проигрывает 4K 60 FPS фильмы, 4K 60 FPS YouTube, проигрывает 4K фильмы онлайн и проигрывает торренты онлайн без каких-либо проблем. Про IPTV я вообще не веду речи. Играет эта конфетка. Но что же у нас с игровыми возможностями нашего Smart TV Box'а? Давайте протестируем ее в 3D Mark'е. Ice Storm Extreme, поехали, ребят. На середине теста у нас 45 градусов. Приставка действительно показывает нереальные температурные результаты. То есть, она вообще не греется. Мы ее потом попробуем закипятить в World of Tanks. Это очень тяжелая для приставок игра, но 3D Mark закипятить данную приставочку не смог. Интересна производительность ее в играх, поэтому ждем конца теста, ребят. И производительность составила 5363 балла. И это максимальная производительность, которую я видел для S905X2 процессора. Вот как-то так, ребят. На самом деле нагрелась она до 49 градусов. Это максимальная температура. Поэтому я предлагаю перейти к тестам на игровую возможность к реальным, а не к синтетическим. Reptitude GT с ее спецэффектами способна была бы нагреть приставку, если бы она грелась. Как-то так. Но она не греется. 49 градусов сейчас. Мы с вами поиграем и посмотрим, какую максимальную температуру она покажет. Но играет... Но игра очень идет плавно. 50 градусов температура самой приставки. Игра идет очень плавно. Никаких затыков, тормозов, фризов. Реакция на геймпад идеальная. Очень, очень отзывчивый геймпад. То есть Bluetooth работает отлично. Кстати, видео по айпега 9089 есть у нас на канале. И ссылочку я положил в описании под видео. Кстати, в этом видео есть ссылка на игры для Android TV. Которые отлично подходят на этот самый S95. Воу, 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 воу. Супер. Супер, супер, супер. Поехали. Сюда прыгаем. С обрывчика. Класс. И я пришел первый. Вуаля. Это уже становится традицией. Я начинаю выигрывать все чаще и чаще в обзорах. Поехали в следующую игру. Brickneck Game. Достаточно тяжелая игра для любого смарт-ТВ-бокса. И на этой приставочке она идет абсолютно отлично. Никаких тормозов мы не замечаем. В принципе, температура она держит точно так же 48-50 градусов. Игра с очень красивыми видами. Те, кто не пробовал, советую попробовать. Она абсолютно отлично идет на боксах. С S905X2 процессором и с геймпадом. Она поддерживает геймпад без какой-либо настройки. Воу, меня догоняют. Меня догоняют. Надо быстрее куда-то убегать. И меня взорвали. Верк разогрела приставочку до 50 градусов. Давайте посмотрим, где наши враги. И поехали постреляем немножечко. Игра идет абсолютно без проблем. Стоять. Куда? Всем стоять. Все ровненько и четко. Блин, сейчас напремся на большого монстра. Вот он, как всегда, здесь. Но мы его прибили. Где еще один у нас кандидат. Мы должны включить какую-то кнопочку. Задание выполнено. Отличная игра. Кстати, тоже советую. Есть у нас в описании под видео, где есть эти все андроидовые игры. Куда тебя так несет быстренько. Вы знаете, Dead Effect 2 тоже не способен закипятить данную приставку. Работает очень плавно сама игра. Реакция на геймпад отличная. Графичка, в принципе, как для АТВ игр. Эта игра оптимизирована конкретно для АТВ. Иди сюда, дорогой мой. Все очень плавно и без проблем. 49 градусов на сейчас. Оу, мой любимый охранный бот. Стрелялочки, гоночки, не проблема для этой приставки. И все это с моим любимым геймпадом. Все, собачек нет. Поэтому мы переходим, попробуем закипятить. 50 градусов, удивительно. Попробуем закипятить ее в World of Tanks. Итак, настройки у нас средние. Только качество туманов низкое. Потому что туманы это не для смарт-TV боксов. Что ж, попробуем сыграть на моем ИС-3. У нас 50 FPS сейчас показывают на средних настройках. А 50 FPS это 50 FPS моего рекордера. Танки World of Tanks Blitz поддерживает V-Sync. По крайней мере на смарт-TV боксах. В принципе, как... И на PC тоже, когда я играю в World of Tanks Blitz, он поддерживает V-Sync. То есть, если бы у меня был рекордер 60 FPS, то он бы показывал результат выше 50 FPS. Следим за температурой, следим за FPS. 49 градусов. Сейчас очень быстро сольемся. Потому что я не привык играть на геймпаде в эту игру. Где там наши враги? Пам! 407! Есть, красавчик! Меня сейчас тут подразорвут. И несмотря на то, что это ИС-3. Такой себе непробиваемый монстр. Меня сейчас просто порвут. Ну, бывает и такое. Ну, кому-то мы 400 под башенку засадили. Иди сюда. Все, меня слили. Ребят, World of Tanks это 50 FPS. А я уже готов пройти, прорезюмировать этот интереснейший смарт-TV бокс. Ну что ж, S95. Вот такой вот интересный смарт-TV бокс. Производитель АЗВ. Это тот же производитель, который производит белинки. Фактически мы с вами видели, что ядро тоже АЗВ. Дело в том, что это такая же ситуация, как и с Lake iHome Cloud TV. Которые слезали с Beelink CA1. Фактически у них даже форм-фактор платы был одинаковый. За исключением придатка для SATA контроллера. Так вот, эта приставочка. Это Beelink GT1 Ultimate на S905X2 процессоре. Кого не хватает, автофреймрейт может прикрутить народной прошивочкой. Но приставка реально хороша. Она не греется. Она показывает отличную производительность в фильмах. У нее супер сетевые модули. И действительно, она лишена минусов. Как по мне, эта приставка за ее скромные деньги способна покорить сердца многих пользователей. И мнение команды Технозон таково, что учитывая ее возможности в плане воспроизведения 4К контента, в плане температурного режима, мы так и не смогли ее нагреть ни в одном из приложений, ни в одном из режимов и ни в одной из игр более 50 градусов. Учитывая то, что она не троттлит, она не тормозит и отлично работает. А также, учитывая ее цену, мы настоятельно рекомендуем к покупке сей девайс. И если вам нравится то, что мы делаем, ставим лайки. Если нет дизлайки, мы на это тоже не обижаемся. Подписываемся. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока, ребят. Субтитры создавал DimaTorzok